Николай эксперт IoT, интернет of things, интернет вещей, все одно и то же. Работает в компании DataArt. Николай, тебе слово. Здравствуйте. Елена, спасибо за представление. Сегодня я расскажу вам о новой операционной системе от компании Google Android Things. Эта операционная система еще не вышла официально в продакшн, пока доступный Developer Preview, но мы уже можем посмотреть, что он из себя представляет. Наверняка же многие из нас слышали, что Android построен на основе Linux. Давайте рассмотрим высокоуровневую архитектуру самой операционной системы Android. Linux это всего лишь ядро, которое делает такие сущности, такие абстракции, как процесс, виртуальная память процесса, мютексы, треды, все это ядро. Еще одним очень важным компонентом ядра являются драйверы. Любая железка, которая работает непосредственно с операционной системой, она имеет драйвер внутри ядра, и все производители стремятся положить свои драйверы, если они это желают, именно в основной репозиторий самого ядра. уровнем выше ядра расположен так называемый HAL, Hardware Abstract Layer, который представляет собой небольшой набор библиотек, который позволяет прокидывать вызовы из ядра непосредственно в Java Framework для того, чтобы вы могли, например, получить возможность перевернуть изображение с экрана по датчику ускорения, чтобы поменять ориентацию. Выше располагаются остальные библиотеки, такие как Lipsy, но в андроиде Lipsy была заменена, потому что она не подошла по лицензии. Google хотел отвязаться от JPL, поэтому он сделал свою имплементацию Lipsy. Там же крутятся такие вещи, как сама Java виртуальная машина, это Art, до этого были другие Java машины, и внутри Java машины расположен Android Framework, который представляет собой как раз набор Java библиотек, которые реализуют какие-либо абстракции именно Android, свои собственные классы, методы, и вызывает методы из более низких слоев для того, чтобы получить доступ, например, к тому же железу. И сами уже приложения, они крутятся на самом последнем уровне, они используют этот Android Framework. Такая структура, она есть на Android Wear, просто Android. И что же сделал Google в Android Things? Он добавил к фреймворку ThinkSupportLibrary. И, естественно, ему немножко пришлось поменять остальные компоненты, но они как бы остались, там лишь небольшие изменения. Давайте смотреть, что из себя представляет ThinkSupportLibrary и какие изменения были произведены. Прежде всего в ThinkSupportLibrary добавлена так называемая peripheral IO API. Это API для доступа непосредственно к самим железным интерфейсам. На данный момент имеется поддержка General Purpose Input Output. Это обыкновенные пины на плате. Вы можете ставить единички, нолики у самой платы. Есть поддержка EVM. Это широтно-импульсная модуляция, которая часто используется для того, чтобы отрегулировать мощность подключенного какого-нибудь электромотора, лампочки, либо управления сервоприводом. Есть поддержка нескольких последовательных интерфейсов, такие как и 2C, он же и квадрат C, SPI и UART. UART это по сути RES-232, обычный COM-порт, только с другими напряжениями для логических уровней. И есть еще замечательная возможность использовать непосредственно Android NDK для того, чтобы вызывать эти методы не только из Java кода, но и писать нативные приложения, запускаемые с использованием тех же самых API для хардварных интерфейсов. Еще одной замечательной возможностью, которую дал нам Google, он добавил так называемый User Driver API. Как я уже говорил, драйверы обычно располагаются в ядре, у них есть еще уровень абстракции для доступа, чтобы Java машина имела доступ к ним. И Google подумал, подумал и поступил очень правильно, вынеся все интерфейсы, то бишь мы можем использовать интерфейс, обращаться к любой железке, которая подключена в этих интерфейсов. Но зачем нам переписывать сто раз один и тот же код? Зачем нам контрибьютить куда-то в ядро? Мы можем теперь создать небольшую свою собственную библиотечку, которая будет реализовывать набор методов, который объявлен в SDK. Вы их реализуете, кладете и потом можете положить APK-шку вместе с вашим проектом на устройство и уже будете обращаться через эту APK-шку, которая будет уже вызывать методы для интерфейсов. Среди стандартных методов есть поддержка GPS, ну понятно, для системы позиционирования, есть поддержка аудиоустройств, есть поддержка Human Interface Devices, это мышки, клавиатуры, тач-панели, любые устройства ввода. И есть такое еще замечательное понятие sensors. Как бы название говорит то, что это сенсоры, но на самом деле интерфейс реализован так, что там можно прикрутить практически любое устройство, не только сенсор, но и например какие-нибудь лампочки, переключающиеся, моторы, ну он довольно произвольный. И давайте вот посмотрим, например, плату от Samsung Galaxy S8. Это небольшой фрагмент платы, на самом верху, я думаю, вы узнаете такой компонент, как основная камера устройства. Если посмотреть чуть-чуть пониже, камеры примерно в середине, такая микросхемка с двумя ногами снизу, двумя ногами сверху и три ноги влево-вправо. Вот тут на проекторе не очень хорошо видно, там еще небольшое окошко есть. Если посмотреть всякие спецификации, мы можем обнаружить, что этой микросхемой есть не что иное, как микросхема от ST Electronics. Вот так выглядит первый лист спецификации. Это барометр, который меряет давление, обычное атмосферное давление воздуха. И если почитать спецификацию, вы можете увидеть, что данная микросхема может быть подключена по и квадрат С, и по SPI. Непосредственно в самом Android фреймворке же есть методы, которые позволяют просто получить само давление. Это как раз реализовано на уровне ядра написан драйвер для этой микросхемы. Он к ней подключается, забирает данные, отдает фреймворк. Ну, как вы видите, теперь можно это делать совершенно напрямую, либо реализовывая свои собственные драйверы и добавляя их в свои проекты. Естественно, Android Things, так как он предназначен для встраиваемых устройств, они решили убрать часть ненужных для встраиваемых устройств компонентов, среди которых они убрали календари, контакты, словари, voicemail. Ну, понятное дело, сам телефон тоже на нем нам не нужен, поэтому этих приложений там нет. И вызывать интенты из данных приложений или какие-либо методы, связанные с ними, естественно, нельзя в Android Things. Помимо этого, из гугловых сервисов, которые ставятся, как известно, на Android опционально, но в большинстве телефонов они всегда стоят по умолчанию, убрали те компоненты, которые требуют взаимодействия с пользователем или ввода каких-либо каунтификационных данных. Компоненты, как Google, Drive, Android, Pay, Ademob. Этого всего нет, эти API тоже использовать нельзя. И основные особенности непосредственно самой операционной системы. Экраны, экран, телефон, экран обязателен. Это понятно, без него с телефоном мы ничего не сможем сделать, даже позвонить. У Android Things экран может быть, может не быть. Он становится полностью опциональным. Если все-таки экран есть, вы его подключили, то у нас не будет ни кнопок навигации, домой, назад, меню, ни статус бара. Поэтому, как следствие, нельзя вызывать методы, связанные с этими компонентами, такие как Notification Manager, иначе приложение просто упадет на запускаемого устройства. Google также предлагает использовать свой компонент от Google Cloud Platform, IoT Core, но непосредственно в самом SDK API для вызовов этого фреймворка нет, поскольку Android все еще находится в стадии превью, возможно, позже они добавят эти методы, но с другой стороны мы можем просто притянуть их как библиотеку. По сути, IoT Core использует протокол MTT для общения с сервером и с другими устройствами. Никто не мешает нам вместо IoT Core использовать любую другую платформу для IoT, например, Device Hive от нашей компании и еще одной замечательной особенностью, то, что теперь можно заставить ваше устройство обновляться, в том числе по воздуху. Ни для кого не секрет, то, что проблема обновления в Android довольно стоит остро. Телефоны производители выпускают и буквально через год уже прекращается поддержка у многих, либо сразу прекращается поддержка, новых версий операционных систем не выходит, не выходит исправление безопасности и Google, видимо, хочет поправить эту проблему сразу в Android Things. Про автоматические обновления я расскажу чуточку попозже и, наверное, самый главный внешний и самой чертой операционной системы является такое понятие как Home Activity. На Activity, я думаю, все представляют, что это такое. Это как раз экран, который в данный момент отображается на дисплее вашего устройства и теперь, поскольку интерфейса так такового нету у Android Things, всегда по умолчанию включается именно экран по умолчанию, так называемый Home Activity. Вы ставите одно основное приложение, у него в Android Манифесте объявляете то, что это приложение, такое-то Activity является Home Activity, а IoT Launcher она называется внутри манифеста. И если вдруг приложение упало, либо вы только включили саму операционную систему, всегда будет загружена именно эта Activity. Но, естественно, без статус баров, кнопок навигации. В этом Activity можете делать все те же вещи, что и делали с обыкновенными Activity, добавлять кнопки, различные вьюшки. Все, как всегда, обыкновенный Android. Вот так выглядит непосредственно операционная система при ее включении первый раз, если вы просто взяли и скачали образ. Довольно минималистичный интерфейс, ничего нету, всего лишь одна кнопка снизу, я не знаю, надеюсь, что видно, написано peripheral IO ports, единственная кнопка, если на нее нажать, выводится вот такое вот окошечко, список доступных интерфейсов внутри непосредственно самой операционной системы. Если вдруг поставите, а вы наверняка поставите и хотите использовать свое приложение на Android Things, то совершенно голый проект, который вот только что в Android Studio был создан и запущен без ничего, будет выглядеть примерно вот так. Ну, естественно, окошко может чуть отличаться, смотря какой темплейт вы выберете в начале. А вот так выглядит сама консолька Android Things. Если вы хотите создать какое-то свое устройство, вам потребуется создать свою собственную прошивку именно для Android Things. то есть Google нам дает не просто операционную систему, но еще и средства, облачное средство для доставки самих прошивок конечным потребителям. Вначале вы должны выбрать, какую плату вы будете использовать. В данном случае разбери P3. Выбираете раздел OEM раздела. Пока настройок особо немного. Но указав их, у вас появляется возможность скомпилировать прошивку, и которую вы можете непосредственно скачать. Если будете начинать делать какой-то проект, ничего не указываете, там у вас спросят про бандл, ничего не пишете, нажимаете далее, далее. Создается и внутри factory images. Можете нажать скачать, у вас скачается образ примерно 4,7 мегабайта, который можно поместить на microSD карточку в случае разбери P3 и запустить экраны. Я вам только что показал. Помимо этого, есть еще возможность обновления. Создав именно образ, именно ваш, на вашу учетную запись, вы можете в дальнейшем обновлять операционные системы на тех устройствах, где она была установлена. То есть непосредственно те образы, которые вы скачивали. Для того, чтобы создать новый образ уже не просто с операционной системой, но и с приложением, Google как раз позволяет указывать бандл, о которых я говорил. Бандл из себя представляет обычный zip-архив, внутри которого лежит несколько файлов. Ну, во-первых, это анимашка, которую вы хотите видеть, когда ваша операционка стартует. Можно это, конечно, и не класть. Можно использовать тогда, использовать стандартную. И, конечно, набор нескольких APK-файлов. Основной APK-файл отличается только тем, что у него в Android-манифесте будет, у главного активити сказано внутри интента то, что это IT-лаунчер. И вы можете положить остальные APK-шки. Поскольку home screen у вас нет, где вы можете запускать другие приложения, всегда у нас будет запускаться home activity, а остальные APK-шки, даже если они содержат активити, вы их никогда не увидите, если, конечно, из основного вы не позовете. Внутри этих активити могут быть какие-нибудь библиотеки, могут быть драйверы, о которых я говорил, для доступа к остальным устройствам. И положив этот бандл туда, вы опять нажимаете скомпилировать, у вас появляется образ, и этот образ вы уже можете не только просто скачать, но и отправить на те устройства, на которых был установлен изначальный образ. Это все прямо делается из консоли. Довольно удобно и на самом деле очень правильное решение. Тем самым они хотят побороть проблему того, что производители не обновляют свои операционные системы. Также в документации очень часто упоминается такая вещь, как SOM. System on module. Пожалуй, сам термин я, наверное, впервые услышал именно от компании Google и произошел он, видимо, от сокращения SOC. SOC это System on Chip. Это когда у вас есть одна микросхема, внутри нее и процессор, и память, и флеша, и все вместе на одном кристалле, поэтому называется System on Chip, System on Crystal. И Google в своей документации очень часто использует термин SOM. System on module. Как очень такой яркий пример, это Intel Edison. Слева находится его картинка, как выглядит эта маленькая плата. Это не просто один чип, это целая плата, вокруг которой накручено все, что требуется для того, чтобы компьютер мог работать как компьютер, а именно только считать. У него нет никаких экранов, никаких выводов, никаких светодиодиков, ничего. Током разъем, с помощью которого можно установить уже модуль на большую плату, а на большой плате уже будут какие-то компоненты. Не знаю, знают многие или нет, но у Raspberry Pi тоже есть свое подобие SOM. Это называется compute model. Производитель Raspberry Pi поставляет compute model в виде форм-фактора, как вы видите, довольно знакомое. Никому ничего не напоминает? Да, это как раз именно SO-DIMM, который используется в ноутбуках для оперативной памяти. В точно такой же разъем. И существует еще плата для разработчиков у Raspberry Pi. И что предполагается этим делать? То, что вы берете программу для разработки, например, например, Kikat. Kikat это открытое программное обеспечение, которое позволяет разводить печатные платы. Вы располагаете на плате, на схеме разъем, обыкновенный разъем от оперативки. И дальше можете набрасывать компоненты, какие вам нужны. Светодиодики, разъемки, датчики, микросхемы с интерфейсами, как и квадрат C, SPI. И рисуете примерно вот такую схему. Слева, я думаю, видно, находятся три разъема. Как раз два из них были использованы в данной конструкции для подобия SOMA. Далее вы говорите о самой программе. Схема готова. Переключаемся в режим создания платы. При создании платы вам появится окошко, где вы можете расположить компоненты. Они будут в самом начале набросаны в одну точку фактически. Эти компоненты будут отображать те самые элементы, которые вы установили на схеме. Перетаскивая эти компоненты по окошку, у вас будут специальные подсказочки с линиями, которые показывают, где на самом деле, как должно быть подключено. Расположив их вдоль платы, вы можете уже начать рисовать дорожки самостоятельно, либо запустив автоматический роутинг, который, к сожалению, не всегда делает самым оптимальным образом дорожки, но тем не менее он может это сделать, и уже нарисовать печать. То есть дорожки, если у вас несколько слоев, в данном случае тут два слоя, зеленым это лицевая сторона, красным это задняя сторона, слоев может быть и 2, и 4, и 8, и 16, и более. И в конечном итоге получается вот такая плата. Чем хороши сомы? То, что все высокочастотные компоненты, все те вещи, которые довольно сложны для разводки, для изготовления, они сразу разведены до вас, и вам остается только развести довольно низкочастотные простые компоненты, разъемы, совершенно неважно, как вы проведете дорожку, главное, если у вас какой-то высокоточный разъем, только толщину дорожки выбирать верно. И затем вы можете экспортировать проект платы в виде ERBER файлов и отправить их какому-нибудь производителю печатных плат. Их на самом деле очень много, в том числе у нас в стране, можно просто поискать в интернете, выбрать кого-нибудь, и довольно за вменяемые деньги можно заказать несколько плат. Причем, что интересно, первая плата, как правило, стоит дороже, потому что им нужно создать некий прототип, и впоследствии остальные платы будут дешевле. При этом вы можете выбрать просто печатную плату без ничего, можете выбрать плату сразу с напаянными компонентами, и, например, вот на этой плате те самые два разъема, о которых я говорил, они расположены сверху и снизу, и как раз в них вставлялась небольшая оплата уже с процессором. Для дома, конечно, такие вещи, не знаю, есть ли смысл делать, как правило, для дома чаще используют вот такие конструкции. Обычная breadboard борда и jump fire. Буквально вы можете просто подключить одно к другому, и у вас получится какое-то устройство. Они довольно простые, удобные, не требуют пайки, не нужно павить канифоль. А теперь давайте попробуем что-нибудь непосредственно сделать с самим Android Synx. Среди поддерживаемых устройств на текущий момент у нас есть Raspberry Pi, много NXP-шных устройств, и я взял одну плату, Raspberry Pi, вот в таком корпусе она закрыта, и к ней вот подключена светодиодная лента. В нее я сразу вставил SD-карточку, ну, я думаю, это ни для кого не секрет, сам процесс запуска операционной системы, скачав образ с помощью утилиты DD или какой-нибудь графической утилиты, вы просто копируете этот образ на SD-карточку, просто вставляете, и подав питание, все у нас включится. Непосредственно к самой Raspberry Pi я подключил вот такую светодиодную ленту. Что это за лента? Это WS2812B. Вот так она выглядит покрупнее. На самом деле каждый светодиод, это не просто светодиодик, и даже не RGB светодиодик, это полноценный чип, который можно управлять своим цифровым интерфейсом. У каждого из них есть DIN и DOUT. DIN это DATA IN, то есть непосредственно вход какого-то цифрового сигнала, какой мы хотим подать, и DOUT, это мы подключаем следующий светодиод, то есть у нас в ленте они подключены по очереди. Внутри самого светодиода находится двиговый рейстер из трех байт. Мы начинаем писать три байта на вход, и первые три байта схватит первый светодиод, все остальные байты он дальше начнет пропускать через себя, следующие три байты схватят второй светодиод, а три байта это представление RGB. На самом деле там идет GBR, по-моему, распределение цветов внутри, и вы можете включить каждый из трех светодиодов своей яркостью и тем самым практически синерировав любой цвет, какой вы пожелаете, у вас будет он светиться именно им. Из плюсов данной конструкции, то что нам не нужны практически никакие внешние компоненты, в идеале, конечно, подобная лента должна питаться от 5 вольт, но в случае разбери Пи, я подключил к 3,3 вольтам, это достаточно, чтобы она светилась, если будете брать длинную, то тогда нужно запитывать ее от 5 вольт, и нужно будет что-нибудь придумать с дата ином, потому что по спецификации на светодиоды входной сигнал должен быть 0,7 уровня питания, то есть 3,5 вольта, а ядро разбери Пи дает 3,3. Ну, скажу вам по секрету, на самом деле, если подключить напрямую, она прекрасно работает, но лучше поставить какой-нибудь переходничок между уровнями напряжения. Протокол этих светодиодов довольно хитрый, и проблема в том, что большинство готовых микросхем, они не поддерживают данный протокол. Если посмотреть большинство последовательных интерфейсов, они обычно передают нолики и единички просто по времени. У нас есть какие-то интервалы времени, возможно, у нас есть какой-то дополнительная линия, по которой мы даем синхроимпульсы в какой момент, считывать эти уровни, и в эти временные интервалы у нас либо уровень высокий, либо уровень низкий на выводе. Но у этих светодиодиков все иначе. Они ждут 50 миллисекунд. Если на входе более 50 миллисекунд присутствует низкий уровень, значит светодиод перезагружается. Перезагружается в смысле те цвета, которые были записаны, он оставляет, но он уже не будет передавать следующие байты следующим светодиодам. И он ждет, пока появится небольшой короткий импульс, причем спецификации у разных источников немножко отличаются. У кого 0.3 написано, у кого 0.4, ну в среднем где-то, если вы подадите 0.35 микросекунды, то есть 350 нс импульс, это будет расценено как начало передачи бита, то есть не байт, а именно бита. И дальше он смотрит, сколько длился этот импульс. Если это был просто импульс, и в течение 0.9 микросекунд ничего не было, значит светодиод посчитает то, что к нам записали 0. Если импульс продлился 0.9 микросекунды, значит светодиод подумает, что нам записали единичку и должна быть еще небольшая пауза, чтобы он подумал. Давайте переключим, посмотрим теперь на протокол SPI. Как я говорил, это протокол, который просто разделен во времени. У него есть еще отдельная линия, у него на самом деле 4 провода. Первый провод это SS, это чип-селект, он часто еще называется. Вы можете подключить несколько устройств, параллель, и с помощью чип-селекта просто выбирать, какое устройство писать. Ну мы его использовать не будем. У нас есть тактовый сигнал. К счастью, современные все микросхемы, они имеют очень стабильные генераторы. Тактовый сигнал обычно применялся, когда частоты у разных устройств плавали, чтобы синхронизировать два устройства. Сейчас все равно это нужно подключать, но мы будем использовать лиф-линию MOSI. Master output, slave input, то есть управляющее устройство выход, ведомое устройство вход. Есть еще вторая линия MIS, это наоборот. То есть одна линия используется, чтобы писать устройство, другое, чтобы устройство писало к нам. Мы будем использовать линию MOSI, чтобы писать в эти светодиодики. Мы используем вот такую хитрую конструкцию. Мы на самом деле, передавая 4 бита в SPI, будем имитировать передачу 1 бита в линию светодиодиков. То есть, если мы передадим последовательность 1,0,0, у нас получится форма сигнала примерно такая же, как и требуется для нулика светодиодов. Ну и, как следствие, 3,0,1, это будет единица у светодиодов. Для того, чтобы подключить Raspberry Pi, ей нужно подать питание в microUSB. И помимо этого, нам еще понадобится подключить его к сети. Часто в полевых условиях возникает вопрос, а как подключиться к Wi-Fi? У нее же ничего нет. Мы ее запитали, и что с ней делать теперь? Хорошо, когда, если вы дома, вы можете просто подключить Ethernet кабель, просто свой домашний роутер, затем зайти в роутер, посмотреть IP-адрес, какой присвоился ей под HCP. Ну тут все просто, но, к сожалению, у меня нет возможности сейчас посмотреть HCP, и я использую внешнюю сетевую плату, которую я подключу к ноутбуку и запущу Raspberry Pi, подключив еще питание по USB. Вот она засветилась. Сейчас ее положу. И мы сейчас посмотрим, что же творится внутри непосредственно самой операционной системы. Давайте запустим терминал. сейчас я попытаюсь сделать его покрупнее. Вот так, я думаю, видно. И давайте убедимся, что у нас Ethernet подключился к плате. Да, вот он, USB Ethernet, активен. И еще нам нужно будет включить интернет-шаринг, потому что Google рекомендует всегда подключать интернет непосредственно к Android Things, чтобы были доступны обновления. И мы это сейчас сделали. И давайте посмотрим, есть ли у нас на связи наша плата. Я знаю ее IP-адрес, потому что я смотрел, какой IP-адрес был зарезервирован ей. При первом подключении, вот видите, пингуется. И теперь мы позовем, я думаю, многим известную утилиту ADB. ADB connect 192, 168, 2, 3. Connected. Если мы зайдем внутрь, мы зайдем непосредственно в командную строку операционной системы Android. Это обыкновенный shell, обыкновенный Android shell. Давайте посмотрим, например, какое у нас ядро сейчас стоит. 32-битное ядро, кстати. Не стали ставить 64-битное ядро. Это я вижу, потому что использован ARM v7, а не v8. Но здесь можно делать такие вещи, как logcat, screencap. Ну, screencap почему-то в превью-версиях не работает. Можно посмотреть dmesh. Ну, все как обычно. Самое главное то, что, выйдя из этой командной строки, мы можем использовать данное устройство, как сам обыкновенный телефон. В случае microUSB у Raspberry Pi, у нее нету OTG. То есть вы не можете подключить устройство по USB и использовать Android Studio. Поэтому давайте возьмем Android Studio. В ней я создал простенький проектик. Самое главное отличие проекта от проекта, используемого для телефона, в том, то, что я указал, то, что используется библиотека Android Syncs в Android Manifest файле. Я указал как раз IoT Launcher в основном Activity. И внутри Build Gradle также нужно указать то, что у нас будет использоваться библиотека Android Syncs. Пожалуй, на этом все отличия от обыкновенного проекта от Android. В файле vs.28.12b Java я реализовал то, о чем я сейчас рассказывал, тот самый метод передачи данных. То бишь, вот здесь я беру 4 раза, перебираю 1, перебираю данные. Ну, как видите, 88, это значит, я в 2 сразу пишу первую единичку, которая всегда присутствует, и потом следующие биты переписываются. Но самое замечательное в том, то, что это Java. Многие разработчики, кто работал с ассемблером C, они наверняка оценят такие возможности, то, что просто добавив вот такую вот запись, на самом деле я реализую связанный список из светодиодов, при этом используя также стандартный класс Color операционной системы. То есть у меня сразу есть готовая сущность, в которую я могу положить список всех светодиодов из ленты. Это очень удобно. И внутри непосредственно вот этого записывателя данных я как раз просто перебираю те самые цвета из собственного класса. Это очень удобно. Ну, тут открыть, закрыть интерфейс. Вот так выглядит инициализация интерфейса. Сначала получаем список, какие у нас вообще есть SPI. Их может быть несколько шин. У Raspberry Pi их две. Одна где-то внутри спрятана. Затем беру первую и устанавливаю данные. Ну, тут есть небольшое волшебное число. Это как раз та самая частота, чтобы получить те необходимые микро и наносекунды. И давайте посмотрим теперь само main activity. В минимальном виде activity выглядит вот так. То есть просто он create, ну он destroy, все как обычно в операционной системе. И теперь давайте возьмем, я в строчке закомментировал кода, чтобы снова их не писать. Раскомментируем простенькую строчку, то есть создание класса. И давайте сразу туда запишем, например, 300 цветов каких-нибудь. То есть мы возьмем strip, скажем add, стандартный color, value of, например, color.red. У нас получится то, что лента должна зажечься красным. И теперь мы нажмем запуститься. И как видите, Android Studio немножко призадумывается и говорит нам то, что я забыл поставить точку запятой. Ну ничего страшного, еще раз запускаем ее. Ждем пока все скомпилируется. И сейчас, если у нас не потерялось соединение, первый раз это происходит немножко долго. Но сейчас оно должно уже запуститься. Интересно, почему у меня устройство подключено. А, на самом деле я не сделал одну очень важную вещь, потому что это связанный список. И я реализовал класс так, чтобы этот связанный список можно было забить любыми значениями. Потом, позвав метод commit, можно было его зажечь. И поэтому я забыл указать commit. И теперь вы можете видеть то, что светодиодная лента зажилась именно красными цветами. То есть, используя стандартный Android класс Color, у нас он загорается. Спасибо. Ну, давайте уж сделаем что-нибудь совсем красивое. Раскомментируем тот самый код, который я предварительно закомментировал. Уберем то, что я сейчас написал. И здесь на самом деле мы запишем случайные значения цветов. При этом мы используем палитру HSV. То есть, не RGB, если мы будем использовать рандом вместе с RGB, у нас большинство светодиодов будет светиться серым цветом. Но что, собственно, неинтересно, они будут просто белые разной яркости. Используя палитру HSV, мы говорим то, что у нас saturation единичка. V-значение 0.1, чтобы они не ярко светились. И цвет мы просто будем перебирать рандомом. То есть, случайный цвет, и у нас получатся очень яркие цвета. После этого мы запустим обычный таймер, который будет работать в круге, в цикле. И каждый раз он будет брать последний элемент и класть его на место первого. Ну, как видите, код очень простой, потому что Java позволяет нам такое реализовывать. Теперь представьте себе то же самое на языке C. Это будет как бы одна реализация связанного списка. Итак, я запускаю этот код. И вот сейчас вы можете наблюдать то, что раз в секунду у нас светодиодики начинают двигаться. Ну, я надеюсь, всем видно. Давайте попробую поднять повыше. И вот таким образом мы можем, используя высокоуровневые языки, такие как Java, строить довольно… Вы видели то, что все запустилось прямо здесь, прямо сейчас. И вы можете найти исходники данного проекта вот здесь, по этому адресу. У меня в GitHub я использовал лицензию Creative Commons CC0, то бишь положил это в общественное достояние. Вы можете взять эту библиотеку и реализовывать свои светодиодики. Сейчас же у нас осень. Учитывая наши реалии, пока такие светодиодики закажете, закажете Raspberry Pi, как раз к Новому году сделайте Ярленду. На этом все. Давайте перейдем к секции с вопросами. Спасибо за презентацию. И прямо у меня напрашивается вопрос. А вообще ради чего кодить embedded на Java? То есть понятно, что это удобнее для разработчика, но для встраиваемых устройств, где ограничена память, где ограничены мощности, за что это, зачем это? Тут такой вопрос. Raspberry Pi 3 стоит 35 долларов. Raspberry Pi Zero стоит 5 долларов. Есть еще много NXP всяких устройств. Иначе говоря, то, что мы положим 4 ядра, гигабайт оперативки, для нас это стоит крайне мало на фоне того времени, которое потратит разработчик. Зачем нам использовать простые микроконтроллеры и уйму времени разработчика, когда мы можем взять чуть подороже или даже сопоставимой с ценой, потому что какая-нибудь плата с STM 32, она обойдется долларов 20. А энергопотребление? Ну, с энергопотреблением, да. Будут небольшие нюансы, но, например, с самой светодиодной лентой она потребляет больше процессора. Понял, спасибо. Спасибо большое. Официальный ответ компании Google на самом деле на такие вопросы, и я его поддерживаю, такой, что когда ты являешься разработчиком на Android Things, ты не должен мигать диодами, ты не должен собирать данные температурных датчиков. Тебе дана мощность Android не для того, чтобы ты делал какие-то простые легковесные задачи, которые можно сделать на устройстве за 2 доллара, действительно, и которые не требуют энергозатрат. Тебе даны ядра оперативной памяти и мощность Android для того, чтобы пользоваться библиотеками более мощного уровня. Что Android Things ты можешь использовать как умную камеру, которая распознает объекты, которые ходят. Ты можешь использовать считывание разных датчиков и оффлайн преобразование. Частый кейс, который я, например, у себя в домашнем проекте использую, это сбор со многих датчиков квартиры информации и управление другими датчиками на квартире и моторами. Потому что она подключена к интернету, она более умная, на ней проще написать сложную логику, и она достаточно мощная, чтобы реализовать сложную логику. А простые датчики делают какие-то механические работы. То есть нужно мыслить в этом направлении, что тебе даны 4 ядра не для мигания диодами и кручения моторчиков, а для сложных вычислений. Да, это хаб, это вот уже такой, знаете, это еще старая статья на хабре была, давным-давно написано, когда чувак взял смартфон в качестве камеры и управления машинкой умной, а Ардуино он управлял уже сервоприводами всеми. Он говорил, что Ардуино это спинной мозг, а смартфон это мой головной мозг, моего устройства. Вот так же и здесь. Android Things головной мозг, а Ардуино и все остальные это спинной мозг. Спасибо, Денис. Но скажу вам честно, даже что-то простое для дома быстрее на этом сделать. Спасибо, Николай, за интересную презентацию. Подскажите, пожалуйста, интернет вещей же не ограничен, что смарт-хом или что-то такое локализованное. Может быть, есть там поддержка каких-нибудь протоколов LPWAN или LoRaWAN или что-то в этом духе радиочастотных протоколов, чтобы можно было на RASP или подобном компьютере сделать базовую станцию для таких устройств? Ну, давайте сразу. Что такое LoRaWAN? LoRaWAN это на самом деле тип модуляции. Даже сам протокол LoRaWAN это частотная модуляция. Это, по-моему, частотная модуляция. LCHM получается. LCHM, да. И более ничего. В LoRaWAN добавляется еще поддержка MAC-адресов и все. Как правило, такие прием-передатчики, они подключаются по тем же самым I2C, SPI. Там еще множественный доступ и все остальное. Да. И как бы просто распаяв на плате приемник, реализовав драйвер, используя периферал I.O. Вот, пожалуйста, LoRaWAN. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. И совершенно непредсказуемый в будущем. Но мне кажется, само понятие умного дома, оно не совсем хорошо отражает ту сущность, которая вообще должна быть. Должны быть не умные дома, должны быть умные устройства, которые уже можно объединить в умный дом. Очень многие производители, к сожалению, делают устройства, которые можно подключиться только через их собственный клауд, использовать только их собственное ПО. В этом плане я искренне надеюсь, что появятся устройства, которые можно будет объединять. То есть у них будут открытые протоколы, их можно самостоятельно объединять. И, к счастью, все к этому идет. Android Syncs – это еще одна вещь, которая очень открытая, в которой можно использовать свои протоколы, можно делиться исходниками, и это довольно распространенное. И мне кажется, что с появлением таких операционных систем подобные устройства и, как следствие, уже оконечные цели «Это умный дом» будут шагать все быстрее и быстрее. Я не уверен, что через 5 лет мы увидим кучу таких устройств, но лет через 10-15, я думаю, да. Добрый день. Спасибо за эту натурную презентацию. Это мега. Мой вопрос такой. Вот по рассказу, по презентации, как там подключается, как это работает, я увидел, что постоянно устройство находится в соединении с интернетом. Вот, допустим, в ситуации, когда, ну, если отбросить мейнстрим, а именно вот на каком-нибудь предприятии будет использоваться сеть Internet of Things на основе вот этой операционной системы. Можно ли реализовать нормально без подключения к интернету работу? То есть, ну, допустим, какие-то политики там, какие-то еще вещи на предприятии, и вот нет подключения к интернету таких устройств, они не должны. Можно, ну, есть ли предоставляет Android какие-то механизмы для обновления, для вообще нормального функционирования всего без постоянного соединения с интернетом? Самооперационную систему, пожалуйста, можно использовать полностью в оффлайне, можно подключить в свои библиотеки, поднять какой-нибудь свой собственный сервер, который будет ими управлять, рулить, все будет в локальной сети, но у вас не будет той самой вещи, как автоматические обновления ОТА. Вы не сможете их обновлять никак. Вам придется руками бегать, перепрошивать SD-карточки, если вам это потребуется. С другой стороны, в закрытой сети вам не столь будут страшные угрозы, поэтому, может быть, и будете обновляться. Ну, если обновление безопасности, то как бы это важно. Ну, тогда придется бегать руками. Спасибо. Переписывать какую-то часть, которую будет переписывать на самой, ну, это уже более сложно, возможно, ядро придется модифицировать. Исходники же все есть, можно приделать. То есть через какой-то, допустим, цилинтрализированный один узел, который имеет доступ, это нельзя сделать. Только напрямую на каждое устройство. Я не видел. Возможно, можно переписать в конфигах URL, откуда он берет, но я думаю, сейчас это недоступно, сейчас это превью. Возможно, в будущем появится. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Добрый день. Это комментарий, ну и потом вопрос. Так, одну статью читал, как раз называют, что умный дом сейчас называется. На самом деле, по факту, это является глупый дом. Время такое-то, включить свет, произошло такое-то событие, сделайте это. По сути, такой умной логики нет. Комментарий. Пару вопросов. На Котлинге ведь можно писать? Можно, на Котлинге. Мало ли. И так, сами что-то, дома у себя, в компании, примеры делали? Ну, давайте начнем с того, что операционная система, она только появилась. И, как бы, первый проект, который я написал под него, вы только что видели. И, как бы, релиз-версии тоже еще нет. Есть у самой компании Google множество готовых примеров для Android Syncs. Документация их уже очень много. Уже даже появилась библиотека с драйверами, которая реализует некоторые устройства. Спасибо. Можно я напомню ответ? Давай, Денис. Прошу прощения. На твой вопрос. Я в Польше показывал свой проект. Он у меня написан на RxJava на Котлине. Все как надо. С использованием Firebase. Я взял две ESP-шки. Это два дешевых модуля, которые стоят 3 доллара каждый. В них есть Wi-Fi. Повесил одну рядом с кондиционером, а вторую повесил рядом с кроватью. Потому что градусник на кондиционере, термометр, он меряет около него температуру. И когда ты ставишь 25 градусов, 25 градусов у него, а не у моей головы. Вот. У меня здесь стоит Wi-Fi, значит, рядом с кроватью сенсор, который считывает, отправляет по локальной сети, по протоколу МКТТ. Это протокол общения, достаточно легковесный, очень популярен в IoT-среде. Они общаются по локалочке и отправляют. Этот отправляет температуру, а второй получает команду. Если получает, включает кондиционер. Если получает, выключает, выключает кондиционер. Управляет кондиционером с помощью инфракрасного диода, просто светит так же, как пульт светит. На него те же сигналы посылает. Android Things используется в этом случае для того, чтобы создать МКТТ-брокер, по которому идет общение, и отправлять историю температурных изменений на Firebase-бас данных, чтобы сохранить, посмотреть смартфона. И чтобы включить ручной режим или автоматически, опять же, смартфон удален откуда угодно. Но если я хочу, я могу отключить доступ к внешней сети, и все будет работать локально. Вот это вот живой пример. И Kotlin и Rx все отлично там вписалось. На гитхабчике, на Денис слэш, там что-то там, weatherlogger или что-то такое есть. Спасибо. И завтра мы как раз будем про это весь день с вами говорить и играться с этим. Спасибо большое. Я хотел бы добавить, что есть видео с проектом Дениса Никлюдова, которое он презентовал на Google Developer Days. Мы выложим его в нашу группу в Facebook. DataArt Воронеж. Заходите, посмотрите. Спасибо большое, Николай. С тебя три лучших вопроса. Ребята, кто задавал вопросы, встаньте, пожалуйста. Кого награждаем? Самый первый вопрос. Самый первый вопрос. Кто задавал? Ты-ды-м. Вот вы. Так, второй вопрос про Лора Ван. Лора Ван, кто спрашивал? Отлично. И третий вопрос про обновления внутри локальной сети. Поднимай руку выше. Маши. Молодец. Николай, спасибо огромное. Мы благодарим тебя за выступление на Дефест Воронеж. Продолжение следует...